Моторадио представляет Открой секрет, а как ты прямо С тяжелой трассы Москва-Петербург На своем неприлично дорогом внедорожнике Как ты проехал? Такие ураганы, дожди и так далее Каково там? Не, все было хорошо до того, как я подскочил К любимому городу Примерно за 50 километров до любимого города Я понял, ну все, я приехал в Петербург и полил дождь А, то есть не было там, погода была хорошая Вот 50 километров от Петербурга Начался дождь Как вы этого добиваетесь там в Москве? Почему у вас все время лучше погода? Что такое? Не, на самом деле с тех пор, как я переехал в Москву Я считаю, что я увез как раз питерскую погоду туда Как не приеду в Петербург Так какие вот Несколько было лет, когда солнце Ну, блин, шикарное лето Плюс 30, там все дела Так и в этом году уже А в Москве дожди, 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 дожди Слушай, а ты был в ураган в Москве? Да Тебя ничего там не упало на тебя? Слушай, я вышел, машину с парковочки чуть-чуть убрал Потому что у меня там несколько таких вековых сосен растет Вот, но все выдержало Для Москвы это нормально Телевизор показывает всякие ужасные вещи А в реальности было что-нибудь такое? Не, ну, в реальности да Единственное, что телевизор показывает это все Это когда что-то дожди в Москве И показывают затопленную улицу Например, одну какую-нибудь там ливневка не работала И там по пояс Мама моя всегда беспокоится Звонит мне в Москву и говорит Вас затопило Ну, чтобы было понятно Если Москву затопят хотя бы по колено всю Москву То Питер в это время по шпиль Петропавловской крепости должен быть затоплен Смотря какие места У нас есть Поклонная гора У нас тоже есть Но все равно Петербург находится ниже Ну, то есть здесь почему влажно-сыро? Потому что Петербург прямой абсолютно И когда дождь выпал Просто пока испаряется вода Она никуда не стекает В Москве все на холмах Город на семи холмах И там как пошло все вниз Понимаешь, там все, что внизу там по поясу А все, что наверху там сухо Поэтому это, как это сказать Магия телевизора То есть там так можно показать, что все Ужас просто А так как вода это, собственно, основа жизни И мы пропитаны здесь водой в Петербурге Поэтому мы такие умные, красивые и бедные По сравнению с Москвой Мы насыщенные Насыщенные здесь Не, на самом деле, когда выходишь даже из поезда Воздух Балтики я обожаю То есть ты выходишь и прямо вот Воздух в Балтике начинается Потому что все прекрасно Спасибо тебе Вот хоть и льстишь, а приятно А что льстить-то, это мой любимый город Родной, любимый Давай немножко официоза напомним Что Максим Сережкин у нас Наш замечательный Является основателем и владельцем Сети магазинов Grand Parader Расположенных в Москве Еще раз где? В Москве, в Петербурге Сейчас шоурум в Тюмени открылся Я думал, ты адрес скажешь в Москве В Москве, в Сколковское шоссе Торговый центр Спорт Хит Его все знают Его все знают Это торговый центр ЦУМ для мальчиков То есть там все для мальчиков Все для мужиков настоящих Пришел от охоты, рыбалки, машин, мотоциклов И в общем И женщин Ну зачем секреты раскрывать? А в Петербурге В знаменитом месте Лиговский 50 Прямо в центре города Рядом с Алексеевичем Да, прям в этом же здании Только Алексеевич там подальше С одной стороны А мы прямо вот на центральной площади Лиговский 50D Магазин прекрасный Grand Parader Замечательный магазин Очень уютно, хорошо сделано внутри А главное, что товары Это опять-таки без рекламы Они у тебя нифига не дешевые Но они классные все А с возрастом начинаешь понимать Что лучше один раз купить кроссовки Nike Чем 25 раз купить китайские Похожие В нашей молодости, скажем так Говорили, что мы не настолько богаты Чтобы покупать дешевые вещи Слушай, ну как ни смешно Формула работает Вот реально так и есть Давай, тогда значит все Официальную часть мы прошли Что интересного Ты же у нас давно не был Что появилось летнего В Grand Parader В магазинах Может быть какие-то особые Байкерские трусы Байкерские шлепки Шлепаньки Ну и не знаю, что там Да, какие-нибудь На самом деле все новинки Которые я когда-то еще зимой Да, презентовал Они таки приехали То есть приехали куртки-сетки И их разобрали просто моментально Тем более жара Все, кто заходит на магазин Мы прям спрашиваем первый вопрос Ну, куртку-сетку Потому что 35 градусов И все говорят, да И все говорят, да Куртка-сетка Приехали джинсы Таприды Это классические джинсы С расширенным бедром Пацаны у нас Подкачались Ну вот И соответственно Новая форма Просто модель джинс Пришлась очень кстати Приехали новые Регуляр-карго Штаны для дальников Уже в монотканях Ну в общем Все новинки, которые презентовали Все они приехали И пользуются огромной популярностью Что в общем-то и радует Потому что Байкеры, мотоциклисты Хотят кататься Прямо вот В хороший Надежный Комфорт Да в общем Хотят кататься В классной Экипировке Ну Это такой общий Такой взгляд Как бы, да Это в каких В каких Как сказать В каких Направлениях Твоего ассортимента Вот эти все новинки Это что-то такое Сверху одеть Обувь никакая не пришла Какие-то шапки-шлемы Какие-то Перчатки-носки А нижнее белье Байкерское Я не знаю Ну, кстати Мы выпустили По сербской технологии Сейчас носки Гранд Парайдер Фирменные Это реально носки Из термобелья Мы их тестировали И давали У вас были светло-коричневые Такие классные Вот сейчас Серые, черные И черно-серые И серо-черные И в общем Короче, разные Так И ребята тестировали В жару и в холод Очень хороший отзыв Поэтому приезжают И покупают Мы их привезли Достаточно много И прям реально Их произвели Потом балаклавы В такой же По сербской технологии Термобелья Балаклавы Ну, это даже сложно сказать Все знают Что такое балаклава Но там Я прямо сам При производстве Говорил Как нужно сделать Для того Чтобы это было удобно Вот И сейчас даже еще Новая обувь приходит Понятно, что Джон Доул Это флагман По экипировке В моем магазине Это монобренд Они выпустили Новинки Которые Приехали к нам И сейчас Вот сейчас Поставка едет Приедут все желтые Перчатки Которые все так ждут И приедут Женские кожаные куртки Что вообще Новинка За последние 5 лет И девчонки Добро пожаловать Наконец-таки Женские кожаные куртки Приедут И будут Может быть Приехать Приехали даже Защитные Как девчонки любят В В обтяжечку Штаны Так Вот В обтяжечку Штаны С широким поясом Девчонки все Очень любят Это они приедут Прошитые Специально Кевларом Для того Чтобы быть При этом Абсолютно Защитными В этом году Пользуются Огромной Популярностью Мототолстовки Я наконец-таки Понял Три года Я их раскручивал Никому Они не нужны Были Смели Все Почему Потому что Я понял Технологию Зачем она нужна Но здесь Рассказывать не буду А почему Потому что Просто нет Их уже Приедут И обязательно Приеду И расскажу Слушай А какая у тебя Периодичность Когда Огромный Танкер На котором Написано Гранд Парайдер Транзит Что-нибудь Такое Когда он Ашвартуется Уже На Москве Реке Ну поставка Приходит Четыре раза В год Вот две поставки Было Сейчас Третья придет И еще одна Придет В начале Августа В середине Августа Наверное Это уже Последняя поставка Этого года Ну на осень Чтобы докатать Сезон То есть Четыре раза В году Я привожу Большие поставки Слушай А как ты вообще Вот это такая магия Как ты рассчитываешь Как ты понимаешь Сколько тебе надо Заказать чего-то Чтобы не было Безумного дефицита И в то же время Чтобы это не лежало Просто Вот как ты угадываешь Как это Никак Совершенно Не угадать Ну ты применяешь Насилие к покупателям В том числе Нет Есть У нас нету Стоковых коллекций У нас действительно Нету вещей Которые Залеживаются Мы ничего Не выставляем на сток Как вы знаете Детский скидок Не дает Потому что Не на что Давать скидки Вот Но Да Каждый год Я ломаю голову Так как я заказываю Всю коллекцию на год Я ломаю голову По ассортименту По его глубине По размерке И по возможности Развиваться Потому что я планирую Еще открывать магазины В конечном итоге Их будет 5 Сейчас вот их 3 И будет еще 2 То есть Огромные планы Мы съездили в Екатеринбург На мотофестиваль Движение Шикарный был мотофестиваль Что это такое Ну-ка-ну-ка расскажи Ну в начале июня Так Но в Суздале Есть фестиваль Это другое В Суздале В начале июля Это все знают Он проходит 16 год подряд Вот сейчас только что Я с него вернулся Да мы об этом поговорим Еще немножко Да Вот А в начале июня Прошел мотофестиваль Первый в Екатеринбурге Вот на Урале Это мотофестиваль Движение Кто хочет посмотреть Можно прям Движение Мотофестиваль набрать Шикарный Огромный Городской мотофестиваль Был он На 4 больших площадках И до 30 Разных площадок Там было Ну вот И Урал Движение Урал движение Да даже То есть там Начинался фестиваль В Верхней Пышме Все кто На Урале Все знают этот городок Там невероятный Просто невероятный Музей техники 4 этажа Здание стоит Там Автомототехника Настолько Крутая Я даже Снял там Целый ролик Потому что Был просто поражен Тому Не просто Какая техника Там собрана В каком она состоянии И там стоит Два Белаза В том числе Огромный Белаз Самый большой Самосвал в мире Это он размером Вот как твое здание И вот как Два таких Полноприводный Вот такой Вот И на нем Сделали концертную площадку И выступали группы На нем Ну то есть Это был Масштаб невероятный Я просто сам А было так Что в конце выступления группы Этот самый Кузов приподнимается Ну как Экскава Ты знаешь У меня большая Самосвал Слушай Когда настоящий мужик Видит такого размера Самосвал Первое желание Это конечно же Его завести И попробовать его дернуть Но там Чтобы было понятно Там есть Тот кто рулит И есть оператор То есть инженер Который занимается Вот этим всем Чтобы это все ехало Ну то есть Масштаб невероятный Вот Ну и плюс конечно Мотоциклы там Вот на четвертом этаже Целый этаж Огромный Мотоциклы Мотоциклы Все от нашего детства До Там Мы нашли Мы нашли мотоциклы 14-15 года Харли Дэвидсон И Индиан Нашли английские Мотоциклы Самые невероятные Ну то есть Ты ходишь Ты прямо можешь Познакомиться Со всей мотокультурой Советской Британской Американской Японской Все это вот вместе Ну Я получил массу удовольствия Ну и Екатеринбург Конечно на плотинке А выставлялся Извини Выставлялся одежды Все купили Ну мы очень Обратно привез Хоть кепку Не мы очень довольны На самом деле Торговлей там Потому что Ну Несколько было неожиданно Вот Но мы прямо были На центральной площади В Екатеринбурге Возле конца Ну как всегда Макс детство Прямо где в центре Да Вот И очень хороший отклик Был среди байкеров Я со многими общался Это первый такой Большой мотофестиваль В Екатеринбурге Слушай ну У тебя одежда Ну такого Чуть выше среднего Как минимум Средний Средний плюс Ценового диапазона Средний плюс Да Екатеринбург Город все таки Не такой богатый Как Москва И тем не менее Тем не менее Покупали Да Да Или все кто купили Это из Москвы За тобой ездят Которые Бригады все время На самом деле нет На самом деле Очень много было Из Екатеринбурга Там же есть Очень Очень Такие Мотоклубы Серьезные Которые очень долго Существуют И даже при том Что один из мотоклубов В это же время Проводил свой фестиваль Байкеров было Очень много Была достаточно Большая колонна Она из Пышмы Ехала в Екатеринбург То есть Приехали ребята Да и Те кто катается Просто В Екатеринбург Центр Вот такой Коммерческий центр Всего Урала То есть Там 200 километров Там до Челябинска Там до Уфы До всех городов На самом деле Я очень давно хотел Я часто был в Екатеринбурге Но именно хотел Познакомиться С мотокультурой Екатеринбурга Впечатлился Я очень доволен Потому что Просто общался С людьми Которые там катаются Ну Замечательные ребята Молодые Очень много Молодежи Которые на мотоциклах Там целая улица Перегородили Улица 8 марта И там была Джимхана Там можно было Протестить все Мотоциклы Там Был Станд Марат приезжал Канкадзе Там был По бревнам Ребята скакали Там Там есть Замечательная фотка Можно посмотреть Трамплин И багги Выпрыгнул Сделал сальто Вот на багги Это просто И мы шли Просто Кажется я выпил Много пива Плюс там На воде Ребята Ну вот Летали Вот на этом всем И огромный На стадионе Динамо К сожалению Дождь помешала Но сделали Огромную детскую площадку Я приехал туда И думаю Ну вот это Был бы я ребенком С ума бы сошел Вообще Я бы здесь жил Ну вот Поэтому нет Организаторам большой респект Получили удовольствие Уже анонсирован второй фестиваль И скорее всего Этой осенью Трассу С Казани Платник Сейчас уже есть Платник до Казани И с Казани до Еката Откроют платник Поэтому у меня Мотофестиваль Мотофестиваль По этой дороге Ну замечательно Я думаю Что это очень поддержит Ребят Сплотит их всех Давай про Суздаль Блюз Буквально пару слов Скажи нам Интересно Все-таки Блюзовый формат Он наш абсолютно Да Что любопытного было там Ты говоришь Еще много людей Расскажи немножко Да Ну это мой Любимый Из Да Ну это уже Какой раз Два Третий фестиваль В этом году Ну За лето Скажем так Который я посетил Вот Для меня Суздаль Блюз Это середина сезона Как раз В июле он начинает проходить Ну то есть Это середина сезона Было Невероятное количество людей Чуть Чуть Там Больше 10 тысяч По-моему Вот Я думаю Что есть официальные Какие-то данные Но прямо Вот было больше людей Чем в прошлом году Фестиваль Прямо разросся На всей поляне Очень хорошо организованный Потому что нет Вот этого суматохи В этом году Из-за того Что было жарко Был такой вайп Мы все отдыхали Голос я сорвал Потому что жара Пиво И концерт Чижа Ну что Вот это вот Тебе рецепт того Чтобы сорвать голос Как Чиж выглядел Хорошо Спел Чиж это Чиж Что тут скажешь Но в этом году Музыка тоже была такая Скажем так Располагающая к общению Вот Мне То есть тихая Она не тихая Она именно Не навязчивая Потому что Когда фестиваль Музыка на фестивале Адреналиновая То есть это Это тоже хорошо Но это отдельное Да Это тоже хорошо Но можно понять Что надо войти В это состояние И все А когда музыка на фестивале Вот такая Располагающая К спокойному общению То есть ты начинаешь Очень много общаться с людьми То есть начинаешь Знакомиться Общаться Почему Потому что Вот нет драйва Вот этого Не хочется сейчас Рвануть Что-то сделать Хочется сесть Или там Посидеть Поговорить с людьми Узнать Как и что Но из-за того Что фестиваль Проходит достаточно давно Приезжает очень много людей С разных городов Я там Ну Встретил очень много Своих друзей И новых в том числе То есть пообщались Ну и магазин Естественно Был в самом центре Ну в чем Все продал Ну там-то Наверное Все продал Ну Мы тоже очень довольны Ну Есть несколько Торговых мотофестивалей Я их называю Ну как Где беспроигрышно Где ты приезжаешь И ты понимаешь Что ты получаешь И Как бы доход То есть ты продаешь Полезную экипировку Ребятам Которые не могут До тебя доехать И в то же время Ты не гонишься За окупаемость Ты гонишься За Маркетингом Ты гонишься За узнаваемостью За тем Что Мне нравится Показывать людям Что мы все еще работаем Потому что В современное время Нужно поддерживать Все Говорит Мы работаем Ребята Все хорошо Сережкин Он же А что он еще работает Ну на самом деле Вот по осени Всегда такая история Я всегда выставляюсь На мото зиме Потому что Не потому что Хочу там что-то заработать Я хочу чтобы люди Не забыли И поняли Ух ты Ты еще работаешь Я говорю Ну вот У нас такая психология Два месяца прошло Я тебя не видел Значит ты там закрылся Нет Мы работаем Несмотря ни на что Вопреки всему В этом Или в следующем году Будет там Пятилетие магазина У меня там есть В следующем году Мне будет 50 лет Ну то есть А будет какой-нибудь Кейтеринг Кейтеринг будет Обязательно Как-нибудь да Я так аккуратно Интересуюсь Будет кейтеринг Будет фишинг Хантинг И Фокс Самсон Может быть даже тоже Если повезет Да Слушай А есть у тебя Какой-то набор Который ты на все фестивали С собой возишь То есть ты уже знаешь Например что джинсы Точно никто не купит Там трусы Точно никто не купит Все без них ходят А вот Футболку какую-нибудь В замену Зодраной Там Точно купят Нет Ну безусловно Нет Я знаю что точно Я на фестивале не вожу То есть вот На что мы наступили Несколько раз на грабли Мы не возим Мото очки Ага По одной простой причине Что Воруют Не У меня за всю историю Ни из магазина Ни из одного фестиваля Ни разу не украли ничего Один парень На мото весне Взял кепку Ага Так с манекена Надел и пошел А мы не видели Что он Мои ребята не видели Что он отдал деньги Моему продавцу Он так сделал кружочек И они его встретили Ага На проходе Так Он бедный аж перепугался Он долго извинял Сказал Да ребята я отдал И там Света подбежал Сказал Не 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 он отдал деньги Это был такой смешной случай А так ни разу Ничего не украли Но просто очки Вещь Как бы Ну там Фотохромные очки И все с ними хорошо Но Мы байкеры мотоциклисты Мы имеем свойство Отдыхать Соответственно Мы на них Либо наступим Либо Сядем Либо Потеряем Сами потеряем То есть мелкие вещи Я перестал возить Всю эту аксессуарку По причине того Что Мы это много теряем Это обидно Вот Конечно Летом мы не привозим Кожаные куртки По той же самой причине Ну лето жара То есть мы всегда Подбираем ассортимент Под тот фестиваль Который едем Кстати джинсы И штаны Вообще всегда Пользуются популярностью По обуви Мы привозим Шесть пар обуви Шесть моделей Понимая Что это вот Самое то что Распространенное Ну вот Женских там Привозим две модели Ну то есть Мы не везем Весь ассортимент Но то что мы привозим Постараемся Привозить в глубину Ну вот Потому что пацаны Обычно забегают Или вот как Балтик Рали Всегда мы Радуемся дождю В субботу Почему? Потому что колонна уезжает Колонна приезжает Вся мокрая И вся идет за экипировкой Ну вот А так как я петербург Я понимаю Спонсор дождя Да Спонсор дождя Компания Гранд Парайдер Ну вот Куда пошла колонна В сторону финской границы Добро пожаловать Ребята готовимся Сейчас приедут все Женскую экипировку Сейчас привозим Очень много Раньше привозили мало Но сейчас привозим много По той же самой причине Девчонки приезжают Многие девчонки Приезжают первый раз На фестиваль И очень хотят Приобщиться Приобщиться К этой мотокультуре ТФ Апарель Сейчас сделали Женские комбинезоны Они не защитные Это просто комбинезоны Но очень стильные Девчонки очень любят Мы их привозим И все Девчонки набегают Начинают мерить 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 Мы работаем там До часу ночи То есть мы работаем Буквально до последнего клиента Ты же будешь сейчас На Балтик Рали Конечно А на хост фесте На хост не попадаю И мне надо сделать перерыв Не успеваешь Мне надо перерыв сделать Я просто Ребята Надо пересчитать деньги Уже наконец Вот эту кучу Огромную Не ну Мотофестивали При всем при том Что это Замечательная вещь Но из-за того Что мы там не отдыхаем А там работаем То есть мне уже хочется Просто отдохнуть Чуть-чуть Хотя бы пару А как ты отдыхаешь Сажусь на мотоцикл Уезжаю куда-нибудь Ну хорошо И вот куда-нибудь Ты приехал Смотришь Надпись такая Куда-нибудь Куда-нибудь Там один километр остался Приехал вот оно Вот оно И дальше что ты там делаешь А там дальше я смотрю Ниже написано Еще куда-нибудь И вот туда дальше еду Просто полежать где-то Нет я человек Движения То есть в том смысле Что для меня отдых Это смена картинки Ага То есть почему я Очень люблю кататься На дальние расстояния На мотоцикле Я в городе очень редко катаюсь Не потому что не могу А потому что не хочу То есть вот Ну в Москве На машине я еду На работу Примерно два с половиной часа На мотоцикле Я еду час С небольшим Но Я надышусь пылью Я лезу на своем мотоцикле В междуряде То есть ты приезжаешь Ты если жарко Ты вспотел Если дождь Ты там Упрел И непонятно Сколько нервов еще потратил Ну и ты приехал И такой Зачем То есть ты не катался Ты совершил практичную вещь А когда на дальние расстояния Сел и умотал И вот ты едешь Я вот сейчас начал Очень интересно воспринимать Дальние расстояния Я их не в километрах воспринимаю А знаешь в чем В днях То есть вот Образно Я катаюсь две недели Вот у меня вот После две недели Я две недели катаюсь А кататься Это разная история Первый день Ты можешь Один день Ты можешь ехать Второй день Ты можешь тошнить потихоньку Заезжая в какие-то места Третий день Ты можешь На скорости Влупить Четвертый день Ты можешь приехать Там на море И искупаться И все остальное То есть каждый день У тебя разные И картинка постоянно меняется Ты приезжаешь С огромным количеством ощущений Новых впечатлений И новых мыслей А когда тебе приходит мысль Что все Ты примирился с собой Нашел какую-то мысль И тебе все Пора домой Ты Я однажды на дороге Вот так развернулся И поехал в обратно Через две сплошных? Ну а как По-другому ГИБДД не слышит Да хорошо Это мы уберем А бывает что в тебе вырастает Вот внутри тебя человек Такой раздраженный Уже такой Который начинает говорить Тебе нормально Что пошли уже отсюда Давай в отпуск Вот это Ну я вообще считаю Что это залог Вообще залог счастливой жизни И в том числе там Счастливой работы Залог счастливой семейной жизни Для меня это Мужик должен с радостью Уезжать из дома И с радостью возвращаться Невозможно испытать чувство Вот это чувство Когда ты возвращаешься домой К жене К детям Вот это ощущение Невозможно испытать Если ты не уедешь Давай подбавим рекламу А когда ты еще при этом Одет в экипировку Это вообще Однозначно Ну то есть Если ты еще В правильной экипировке Уехал Ну это вообще великолепно Поэтому да Слушай Смотри Середина лета У тебя Может быть есть какой-то совет Ты можешь дать мотоциклистам Например Ребятки Пора уже скажем Думать о чем-нибудь Таком зимнем Или таком осеннем Уже Что смотрите Может не хватить Вот что-нибудь Можешь сказать такое Советы какие-то дать Покупательное Покупательное следующее Все что касается Непромокаемых курток И чуть-чуть Утепленочки Ну если вы заметили Очень много ездят Сейчас Ребята Ну скажем так Ну без экипы Они катаются В футболках Ну смотришь прям по городу Я все понимаю Жарко Ну вот Но придет время Когда август придет Ты едешь по солнцу Холод Ну жарко А ты что-то знаешь Про август уже Конечно Я все знаю про август Там мой день рождения В августе Байкер Бразерс Уже мне в суд Зали сказали Все Байкер Бразерс Твой день рождения Мы тебя ждем Я уже готовлюсь Просто вот К шаманским действам В августе Когда солнце Будет садиться Будет Прохладно Поэтому Утепленные есть Вакс Жилетки Есть Мото Толстоки Кто вакс Кто Что это Ну жилет Вакс Вест А не знаю Что это Ну сейчас Йеллоустов Смотрел Ну Вот там они все Ваксах Вакс Вест Это простеганный Утепленный жилет Все понял То есть который Ты можешь надеть На Вот Любой лонгслив И он тебя согреет Потому что История того Чтобы выехать В футболке Я понимаю Эту историю Но когда Солнышко сядет И ты вспомнишь Что ты в футболке Вот эту я историю Тоже прекрасно понимаю Слушай ты намекаешь На то что футболка Подчеркивает Красивое Атлетическое тело Но когда Упругое Мощное Начинает подмерзать Ты одеваешь Вот этот А если у человека Отвратительное Некрасивое Ужасное тело То опять же Вот это Как она Безрукавочка Вот это Оно тоже Оно может Спрятать Я так скажу У меня очень много Подробностей на теле Я не отличаюсь Атлетизмом Но при этом Я просто Очень Очень Стильный Крутой Да Ну вот Не Ну так как Надо скрывать Подробности Например Мототолстовки Это прямо Гениальное Изобретение Для того чтобы Ты в любой Толстовке В мототолстовке Ты выглядишь Прямо Стройный Красивый Прямо Вот Молодец Поэтому не Экипировка Она создана Как для защиты Комфорта Так и для стиля Что еще Ты посоветуй В середине лета Уже Начинать думать Не упустить Да кататься побольше Не упустите возможность Пока такие погоды стоят На самом деле Иногда от жары Устаешь Ну вот И думаешь Ну вот сейчас Передохну Сейчас передохну Когда дожди начнутся Думаешь Да ладно Надо было тогда кататься На самом деле Все взрослые люди Ребят Катайтесь побольше И получайте удовольствие Потому что Потому что Ну Чудесно Хорошо Ладно Давай вернемся В твой магазин Продавцов Замечательных Твоего магазина В Петербурге Мы знаем Им огромный привет А в остальных магазинах Которые наверное Покрупнее И так далее Как у тебя там Что за люди Давай привет передадим Команда Всем привет Мы вот сейчас Суздаль Выезжали двумя группами То есть Приехал весь питерский магазин Весь состав И практически Весь состав Прямо здесь на ключ Закрылись И все Не у меня есть два человека Специально обученных Я их оставляю в Москве И в Питере То есть они Ну на фестивале У меня не ездят По разным причинам Вся остальная команда Нас было Восемь человек Мы приехали Конечно Когда собирается Москва и Питер Вместе На каком-нибудь фестивале В Суздале Вот сейчас В Выборге Мы тоже будем Сводной командой То есть я могу Предположить Все алкогольные напитки Ты про это Зачем 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 Ну просто фестивалем А как Это будет секрет Не ну команду Встретить Это вот команда Образования Причем Я не прописываю Ребятам Ни регламента Ничего Все взрослые люди Многие из них Катаются на мотоциклах Многим из них Уже давно Там 30-40 И с лишним лет И если я Вынужден Кому-то написать Какое-то регламент Что надо делать Я считаю Что это неправильный человек То есть Взрослые люди Все понимают Все болеют за то Чтобы Магазин был Атмосферным Потому что Основная тема В Grand Parader Это в том Чтобы ты погружался В атмосферу Доверительную Нет даже Ну это понятно Даже не обсуждается Я имею ввиду В общую атмосферу Магазина Вот кто был Тот знает А хорошие зарплаты у них Вот просто Не надо Сын проназывать Ходхантер Ну будем надеяться Что нормальные Наверное Да нет Ребята довольны Если никто не уходит Ну то есть Я не то что там Жадный Нежадный Я знаю Если ты нашел Правильных людей У меня Были ребята Которые приходили И уходили Ну вот Но основной костяк Команды работает Уже Достаточно много Ну вот Почему Потому что им нравится И я подбирал людей Которым бы я мог доверять Которые бы Горели этим делом И считали магазин своим По сути Моя команда Это мои партнеры Я хотя сам С удовольствием Продаю в магазине Я об этом рассказывал Я прям Ух Я бы сейчас Продавцом У тебя получается Прямо вот Надо же так Что хотелось Сейчас спросить Какие нибудь Новые направления Вынашиваешь ли Какие то мысли Начать продавать Что нибудь Там стереосистемы Какие нибудь Гарнитуры Для байкеров Не знаю Алкогольные напитки Ну что угодно Но какие то Мысли такие есть Они безусловно есть Но сейчас Конечно анонсирует Не могу потому что То что анонсирую Придется сделать Ну вот А то что не анонсирую То есть ну Мы безусловно Сейчас смотрим О том чтобы Расширить ассортимент Внутри себя Именно одежда То есть в смысле Экипа И экипа Но экип я не Смотрите Экип я не могу расширить У меня Эксклюзивный Договор На Монобренд Джондо Поэтому Если они расширят Да Если они расширят То да Но например Шлемы Джондо То что я рассказывал Таки приедут Это прекрасные Ретро интегралы Уже один нам привезли И уже сертифицирован В России Я правда думал Его пополам распилят Но нет Там просто он Весь из Коцана Его билит Он сертифицирован 2206 То есть там 12 точек Там влупили Ну шлем выглядит Как будто его сертифицировали Мощно Но правда Мне сказали Что возможно Привезут его пополам Распиленный Но слава богу Не привезли Шлема Джондо Это новинка Вот Абсолютная новинка Сделан он По современным технологиям Самый Там серьезный сертификац Который есть сейчас Давай интригу Запустим И он еще В некоторых ситуациях За вас додумывает Но он же на голове Он же на голове Сам думает Сам Просто Сам И ест за тебя Он же на голове И ты в него ешь Но интересно Что он будет Комплектоваться Несколькими визорами И мотоочками Ну то есть там У нас есть задумки Прям как это сделать Круто Потому что ретро интеграл Это моя любимая история Хочу Максим Дед Сережкин На мотораде Мы продолжаем разговор Да собственно у нас уже Как бы последнее включение Но время идет быстро Максим В нашем городе Ты по какому поводу Расскажи нам Слушай Я приехал повидать Детей Которые у меня Живут В Петербурге То есть это Не какой-то Тайный слет Продавцов Экипиров Нет Просто на следующей Неделе у нас Балтик ралли Я в любом случае Приеду Но так как это будет Фестиваль И будет сложно Я просто приехал Повидать детей Давно не видел У меня старший сын Учится здесь Ну вот И дочь у меня Тоже здесь Ну то есть Я просто приехал Сейчас после моторадио Естественно я поеду Просто за детьми И проведу с ним Денек Я люблю Я люблю дальние расстояния Вот приехал И дождь привез нам Ужасающий Я машину не мыл Заметил Надеемся Хоть здесь Да Остался порядочным Да Поэтому нет Никакой причины Приехать не было Просто я приезжаю К детям Ну а тут Естественно еду К друзьям Еду на моторадио Заезжаю На Лиговской 50 Общаюсь с людьми Ну то есть Это как бы Естественный процесс Давай мы вспомним Все таки Есть какой-то У тебя Ну как бы сказать Какая-то направленность Твоего ассортимента Я так понимаю Что это не спортивный экип Это не Какой-нибудь там Супер триал Или какие-то квадрики Это отдельная вся история У тебя все таки Такой вот Городской Такой стайл Одежда В которой можно И на байке И в офисе Да Я Продаю экипировку Которая подходит Там К 90% Всех мотоциклов То есть За исключением Спортов Которые За исключением Трека За исключением Кросса И за исключением Эндуро То есть Это городские Покатушки Это Межгород по асфальту И это Легкое бездорожье То есть там Ну скрэмблер Или что-то в этом стиле То есть Тур эндуро Тоже достаточно Подходит То есть Это в принципе 90% Того времени Которого мы катаемся Мы катаемся в городе И по ближайшим городам Для мото путешествия Это тоже подходит Но все зависит от того Какой срок Куда ты едешь Зачем ты едешь То есть Мото путешествие Такой серьезный Например Ты собрался Забраться на Памир То есть Понятно Там Есть экипировка Которая может Подойти тебе лучше Потому что Все зависит от того В какое время Года ты туда поехал На какой срок Где ты собираешься Ночевать Где-то Ну то есть Там надо готовиться Для Назовем так Мото путешествия Между городами Ну Мне даже готовиться Не надо Я просто Вот прыгнул В чем был И уехал И все Ну сейчас Суздале Доехать до Выборга Но это Не надо готовиться К этому Это просто Поехали Выбор Суздале Поехали И вот сели И поехали То есть Вот Для города И всего остального Эта экипировка Подходит максимально Почему? Потому что Она похожа На обычную одежду Она имеет Максимальный класс Защиты Для городской экипировки Максимальный комфорт Ну Безопасность Соответственно Вот Для всех тех Дорожных происшествий Которые могут случиться Если Кто-то Вот слушает Нашу А таких миллионы Я надеюсь Слушает наш эфир И хочет Приобретение Какое-нибудь Сделать Как у тебя С интернет-торговлей Как вот это все Поставлено Есть оно Нет Да Можно зайти на сайт Единственное Что я не стал Подцеплять На сайт Все вот эти Платежные системы По одной простой причине Это 3,5% Уходит Банку Я не жадный Но 3,5% Жалко Жалко Да нет Даже вопрос не в этом Можно оплатить онлайн Безусловно Через разные системы Ну вот Но экипировку Нужно мерить Либо по крайней мере Подбирать Очень-очень серьезно Так как мы уже Давно этим занимаемся То чаще всего Мы по росту И весу Определяем Максимально Подходящий размер Это вот Факт жизни Тебе надо иметь Небольшой штат Этих самых людей Стандартные комплектации В городе Вот И я не знаю Ну как-то их Снять На ютуб канале Твоем разместить И чтобы люди говорили Например Мне вот Человек номер 6 Вот я с ним точно такой же Вот на него там Померьте Я хочу посмотреть У меня есть задумка И по экипировке И просто по одежде Потому что сейчас У меня продается Два бренда одежды Обычный casual Ну то есть Около всей байкерской истории Сейчас еще будет Два продаваться У меня есть задумка Сделать Программу В которой ты можешь Забить Сам себя одеть Забить свои параметры Ну то есть там Забить он тебя сделает И просто подбирать Туда разный стиль Даже можно Конечной истории Хочу туда вставлять Мотоциклы Ну чтобы такая Игрушка Собери свой стиль Потому что Отличная идея Да Это стоит Достаточно серьезных денег Чтобы по нормальному Это сделать Но идея такая есть Сейчас всем продал Эту идею Нет Идея такая есть Для того чтобы ты мог Посмотреть стиль Потому что Все байкеры Они хотят Не просто кататься А быть на стиле Почему Потому что Если мы дожили до того Что мы можем Позволить себе мотоцикл Это наша мечта Это наша идея Это наше удовольствие То почему мы должны Кататься в каких-то Серых грязных И в чем-то еще Слушай а есть где-то Какие-то Какие-то пособия В интернете Какие-то консультанты Какие-то коучи Которые обучают стилю То есть например Говорят Вот молодой человек Вы одеты Все черное на вас И нужно одеть Для этого Ярко-желтые очки Например И вот это будет стиль Или наоборот Ни в коем случае Не желтая То есть к черному Идет там синий Например Вот откуда это все знать Как понять Что ты стильный Спасибо за ответ Да Нет Слушай Есть же Я пытался посмотреть Честно Тоже задумался Пытался посмотреть Понятно что есть Например там Не знаю Деловой стиль Да Есть определенный закон Какие-нибудь таблицы Сочетаемости Что-нибудь Это все да Просто Самый простой ребят Совет Очень простой Все Если ты полноватый Надень черный Если ты худоватый Надень белый В белом ты кажешься больше В черном ты кажешься меньше И второй совет Особенно по экипировке ребят Всегда покупайте на контрасте Штаны и куртка Должны быть на контрасте Если вы сверху То есть штаны если белые Штаны если белые То вверх черные Если черные Да ладно Что бывают белые штаны байкерские Да Ну да Есть комбинезоны Шикарные комбинезоны Роллийные комбинезоны Они цвета слоновой кости Ребят Вот этот синий зеленый Ну вы о чем Ну сейчас не буду анонсировать Но на самом деле У меня есть задумка По поводу именно То чего мне не хватает Это вот этих Туристических комбинезонов Именно роллийного плана То есть то куда ты можешь В пески Сахары В Монголию На Памир Я сейчас работаю на тем Чтобы это привести И поверьте Там есть расцветки Но я считаю Что даже в путешествии На дальнем сцене Это должно выглядеть стильно Слушай А есть какая-нибудь Какая-нибудь Мода цветовая Просто из любопытства Например Вы вспомнили Лет 5 назад Например Все хотели зеленое Какой-нибудь там Цвет эко А сейчас он уже давно Вообще не в моде Вот можно что-нибудь Такое вспомнить Слушай Олблэк Это все Олблэк Ну ты во всем черном Все черное Это классика Это всегда Вот Сейчас Возвращаются Мода на синие джинсы На светло-голубые Вот это Помнишь Классические Светло-голубые Оттенки Прямо вот Многие Ну может быть Потому что у меня Ребята Кто ко мне приходит Это прям 35-55 лет Вот Моя аудитория Ну и там Ребята Ой я хочу прям Светло-голубые Джинсы И вот я привез Партию светло-голубые Джинсы Все разобрали Какое-то время Никому не надо было Тут раз и все Сейчас Темно-синие джинсы И вот сейчас Новинки приедут Темно-синие жилетки Темно-синие джинсы Это прям возврат Я считаю Что это возврат Моды И к тому же Прямые джинсы Либо чуть подзауженные Джинсы Скини Вот эти вот все Не буду выражаться Европейские Назовем их так Я даже не провожу И говорю Нет Ребята у нас таких Нету То есть мода цикличная Стиль вечен Мода цикличная А стиль вечен Можешь сформулировать Что такое стиль Желтые перчатки У байкера Это стиль Это стиль Да Согласен Причем мы оба Посмотрели на календарь Гранд Парайдер У нас тут в студии Где как раз Изображен сам Максим В желтых перчатках Ну желтые перчатки Это Как сказать Это прям стиль Ну то есть Ты можешь быть All black All black И в желтых перчатках Ну все Ты вот все Слушай А бывают у тебя покупатели Которые приходят и говорят Максим здравствуйте Я хожу к вам уже 8 лет Как вы знаете Я ничего у вас не покупаю Кроме обуви Я покупаю у вас Только обувь Остальное все Вот мне не нравятся Ваши эти джондо Эти ваши вонючие Я вот хочу Вот А вот обувь у вас Вот вы знаете Хорошо я прям Или наоборот Приходят и говорят Я у вас покупаю Только куртки Все остальное Я покупаю От Найка От Левиса Там Есть такие люди Такие Есть ребята Которые приверженцы То есть адепты Чего-то одного Да адепты Есть Ну есть Шикарный Вот такие На джондо свет Клином не сошелся Просто джондо Это достаточно Емкий Ассортимент Вот Но У некоторых компаний Есть прямо Очень удачные модели И иногда Кому не подходит По лекалам Я прям рекомендую Вот пойти Возьми вот это Тебе прямо Я смотрю И говорю Тебе подойдет И человек потом возвращается И говорит Блин Ну офигенно Откуда ты знал Ну я этим занимаюсь Много лет Это как со шлемом То есть Есть вкусовщина А есть Ну вот то Что называется Стилем И некоторым нравится Более спортивный Некоторым более ретро И так далее А самое главное Шлем должен сесть на голову Какой бы он ни был Спортивный ретро И что-то еще Поэтому если человеку Не садятся шлемы Которые продаются у меня Я говорю Пойди вот туда Тебе наверняка Подойдет вот этот шлем Я не гнушаюсь тем Чтобы отправить людей В другой магазин Потому что я хочу Чтобы люди катались Они вернутся ко мне Даже если он приедет Ко мне И купит просто футболку Ну то есть Ну и слава богу Ему нравится быть Частью этой мотокультуры Частью Гранд Парайдера Ему нравится этот магазин А то что Я не буду втюхивать ему То что ему не надо Парень один пришел Купил рубашку В другом магазине И она ему Длинная здесь Длинная Он говорит Я ее подрежу Я говорю Господи Зачем Вот Раз Он такой А как так Я говорю Зачем же ты так сделал Слушай А есть дурной тон Какой нибудь Вот то что Просто Такой не камильфо Да Можешь сказать Чего не надо Взять Взять Наколенники От эндуро И напялить Поверх джинс И сесть на мотоцикл Это Это фиаско То есть Как бы ты это не объяснял Ну это защита Или что-то еще Ребята Наколенники Поверх джинс Это Ну это Это комично Может ему предстоит Плюхаться на колени Целый день Перед начальством Мало ли Может едет на Экзекуцию Только этим я объясняю Наверное Много молишься Или там Ломается мотоцикл И ты должен стоять Но просто Наколенники для эндуро Это профессиональная вещь Они очень тебя сильно спасают На эндуро В лесу В городе Они тебе не нужны Это ты с перепугу Это надел С перепугу реально Ну вот думаешь Что это тебя спасет Хотя они прямые Ну как Что там тебе может попасть Но на самом деле Просто это Вот Это комично выглядит Я понимаю Почему это люди надевают Но если ты спросил Вот что Не надо Вот ребята Вот так Не надо То есть это дурной стиль Это дурной тон Это как все равно Что взять Очень длинные носки Надеть по шорту И сандалии Вот это примерно так же То есть ты Очень стильно выглядишь Ну такой вот Кстати раньше В Петербурге Был такой стиль Короткие носки Пришли в Петербург Очень даже недавно Раньше длинные носки Короткие сандалии Ну эти дырявые сандалии Это сейчас по тонкому льду Сейчас ходишь Да ладно Я петербуржец Я Петербург Мне можно Ладно Давай мы как-нибудь Красиво завершим Сегодняшнюю программу Давай мы напомним Что у тебя вообще В магазине продается Не конкретно А что можно Рубашку можно купить Футболку Расскажи немножко Городская мотоэкипировка Похожая на обычную одежду С максимальным классом защиты Потому что пиджак что ли Сверху донизу Пиджак есть? Есть бомберы Есть сейчас теплый бомбер Есть пальтовый бомбер Он приедет тоже Кто? Пальтовый бомбер Офигенная штука Единственное что я думаю Что в большинстве Это будет покупаться Для того чтобы в этом ходить Пальтовый? Да Я запишу потом Да Из поливискозы сделан Офигенная вещь Но в наших дорогах Это не Германия Скажем так Здесь это Один раз обольет Тебя и будешь носить В химчистку Но стиль Безусловно Поэтому все сверху донизу От шлема Перчаток Курток Бомберов Толстовок Рубашек До джинс Штанов И ботинок Мото ботинок И все остальное Кеды Мото кеды Мото кроссовки И все это С приставкой мото То есть это все будет Мотоэкипировка И есть обычная одежда Ребята Для тех кто просто хочет В повседневной жизни Выражать свою любовь К мотоциклу Для тех кто Хочет это увидеть А есть для экстремальных фанатов Какой-нибудь специальный Такой ящик Шрёдер Уничтожитель твоей старой одежды То есть разделся полностью Вот здесь Вот Все выкинул Все уничтожил Специальная камера И оделся Не у нас был смешной Очень случай Такой редко бывает Но бывает Парень закупился Там в другом магазине Пошел закупился На себя экипом Потом пришел к нам Все померил Получил просто Огромное удовольствие Купил все сверху Донизу Мы говорим Зачем тебе два Комплекта Он говорит Вы не понимаете Он оставил все у нас И пошел в тот магазин И все сдал обратно Мы ему сказали Да ну что ж ты творишь Он говорит Не-не-не Ребят Я понял Что надо покупать Это был очень смешной случай Потому что он в нескольких магазинах Попал И ходил Все сдавал обратно На самом деле Еще раз скажу Что я за то Чтобы все катались Если кому-то нравится Экип такой или такой Я только за Мы помогаем иногда С советами Что надо брать Что не надо брать И если Экипировка Которая продается у нас Не подходит Для конкретного человека Для конкретных его целей Мы не втюхиваем ничего Мы ему говорим Дружище Тебе это не надо Сходи туда Купи вот это Просто потому Что ты потом будешь Вспоминать меня На дороге И будешь Лучше добрым словом И понимать Что это тебе подходит Ну а так Обратная связь огромная Ребята катаются Скоро будет Мотопарад Джундо Это у меня идея Я езжу по городу По Питеру По Москве Я вижу И в конце банкет А куда же могут Байкеры приехать Только на банкет И кейтеринг Я уже второй раз Интересуюсь За сегодня Мне казалось Что банкет Лучше кейтеринга Давай без кейтеринга Просто сразу банкет Чего вы все обманываете Давай прощаться Максим Дед Сережкин Замечательный Был Да кстати Кто заинтересован Кому интересны Эти эфиры Имейте ввиду Что есть возможность Увидеть его лично На Балтик Ралли Прямо в центре фестиваля Вот скажем Не промахнетесь Да не промахнетесь Спасибо большое Шатер Джон До Гранд Парайдер Будет в сейфе Максим Дед Сережкин На Моторадио Счастливо и пока Всем пока Хороших дорог Моторадио представляет Моторадио представляет Субтитры сделал DimaTorzok